И снова здравствуйте наши уважаемые зрители, болельщики и просто любители спорта. Мы рады приветствовать вас из студии телеканала Югра. В перерыве между вторым и третьим периодом первого матча плей-офф мы обсудим, собственно, вторую 20-минутку. Ну что, счет 3-1, еще одна шайба заброшена югорчанами. Как считаете, насколько игра складывается в том русле, в котором мы изначально планировали? Евгений. Мы ничего планировать не можем. Эта игра, все может поменяться в один момент, в одну секунду. Еще третий период впереди, поэтому выводы и загадывать вперед далеко рано. Игра покажет. Замечательный гол, опять же, ситуации 2-1. Наши лидеры, тертышный Пилипенко, вышли против одного защитника. И Никита, опять же, здорово распорядился, попал там в самый уголок, разобрался, решил момент. Максим, ну, 2-1 уже не будет, твой прогноз не сбылся. Мы ее только рад. Что следует сказать, что мы предполагали, что игра немного подуспокоится, и хоккеисты игры возьмут шайбу под контроль. Следовательно, это практически произошло. Никита Чертышный забил эту шайбу, еще стал 3-1. Все идет как по плану, хотя, как говорится, никакого плана быть не может. Да, есть некоторые моменты, которые настораживают. Это в частности, например, численное большинство хоккеистов Динамо из Косногорска. Если я не ошибаюсь, Динамовцы превосходят игру только в единственном статистическом показателе, это по игре в большинстве. То есть, угорчания по результатам регулярного сезона являются десятыми, если мне не ошибается память, с процентом реализации 19,2. А хоккеисты Динамо являются пятыми, с процентом реализации 20%. Вот этот момент немного настораживал, но наша защита и вратарь проявили себя достаточно уверенно. Отразили, отвели эту угрозу от ворот. Ну, ждем третьего периода. Жень, забросил Тертышный. Насколько, на твой взгляд, закономерен этот гол и что именно он его забросил? Опять-таки, хочется отметить, что и третья шайба была очень качественная, очень красивая, очень мастерски исполнена. И даже при небольшом рикошете от клюшки защитника, все равно Никита не потерял концентрацию и очень точно и классно бросил. Ну, нельзя не отметить, что игра пока складывается в нашу пользу. Давайте немножечко вернемся к истории с традициями и приметами. Вот одна из главных примет плей-офф, что в высшей хоккейной лиге, что в КХЛ, что в НХЛ, это не бриться. Жень, скажи, пожалуйста, что это за примета такая и почему во время плей-офф хоккеисты не бреются? Ну, спортсмены и в частности хоккеисты являются суеверными людьми. Это свое начало имеет в далеком 80-м году в розыгрыше Кубка Стэнли национальной хоккейной лиги. В тот сезон команды New York Calendars ей предстояло сыграть 4 матча за 5 дней. И у ребят, у хоккеистов просто не доходили руки до бритв. То есть восстановление, подготовка к новому матчу. Они впоследствии выиграли ту серию, выиграли в том году Кубок Стэнли. И если все идет хорошо, зачем что-то менять? И по этой традиции такая у них сложилась. Они впоследствии еще 4 Кубка Стэнли взяли и продолжали. Но как уходят слухи, в тот момент играло 2 шведа в этой команде. И их представитель Швеции Бьернборг выигрывал 5 раз в те времена теннисный турнир в Уимблдон. И тоже у него была такая традиция не бриться во время всего турнира. И как-то это зародилось. А если говорить про нашу российскую действительность, то у нас раньше в СССР чемпион определялся в круговом турнире. Только, если не ошибаюсь, с 89-го года в серии плу-офф. С 2008 года у нас существует континентальная хоккейная лига. И Кубки с 2008 года получали только бородатые капитаны. Максим, а ты эту традицию блюдешь или ты не настолько суеверен? Вы знаете, все спортсмены, наверное, суеверные люди. Существует множество традиций. Я подобную традицию, наверное, не соблюдаю. Тем более, как показывает тот же опыт НХЛ, не все верят этой традиции. Например, Марио Лемье, знаменитый капитан Питтсбурга. Или там тот же Уэн Грецкий, который играл за Эдмонтон Ольерс. Ну, явно не поддерживаясь этой традиции. В гораздо позже время тот же Нью-Йорк Алендерс, например, официально ввел запрет на то, чтобы появляться в небритом виде. Вот. Ну, эта традиция, как бы, мы тут не можем не осуждать. Можем только либо поддерживать, либо нет. Ну, как уже говорилось, спортсмены народ суеверные. Существует множество подобных традиций. Не только там в хоккее, но и в разных видах спорта. Ну, даже у разных амплуа игроков, там, у нападающих, у защитников, у вратарей, вратарей. И вообще особая каста. Например, существовала легенда о традиции, когда вратарь Монреаля, Кен Драйден, не уходил с разминки без последнего сейва удачного. Тогда его партнер, вратарь Ларри Робинсон, заметил эту тенденцию вратаря. И разминка для Драйдена стала превращаться все более в легкую, легкую задачу. Ну, и потом уже и Драйден заметил эту тенденцию от Ларри Робинсона и стал раньше уходить с разминки. Это традиции, как говорится, можно им следовать, можно нет. Это дело каждого. Каждого из нас. Жень, ну а у тебя, как у болельщиков со стажем выездного, в том числе болельщика, есть какие-то свои приметы, может быть, какие-то суеверия, которые ты соблюдаешь? Может, программки бережу каких-то особо удачных матчей? Ну, программки я берегу со всех матчей. То есть коллекция еще пополняется с тех времен, когда Югра играла в первой лиге, была общая программка на матч с местной командой из города Белаярского, Кристалл. Тогда дерби было у нас в рамках первой лиги. А так, особых примет нет. Просто вот такая тенденция, что на тех выездных матчах, где играют Югра и Высшая Лига, и КХЛ, побед у меня значительно больше, когда я был на этих матчах, чем поражение нашей любимой команды. Ну, а такое понятие, как счастливая футболка или свитер, кепка, такое есть? Ну, вот эта сетка, в которой я, это еще эмблема старая, первая эмблема нашей хоккейной команды. Вот она у меня с первого сезона в КХЛ, то есть с 2010 года, именно с моей фамилией, и я в ней, на всех выездах только в ней. То есть я ее не меняю, уже получается 11 сезон, и не собираюсь менять. Максим, у тебя есть какой-то счастливый талисман, уже значок, там, я не знаю, кепка, может, у тебя там? Я вот человек несуеверный. Да, действительно, на выезде часто приходится и свитер хоккейный, и кепка, но подходят болельщики из других команд, часто очень просят обменяться или просто подарить, да. Ну, в целях поддержания хороших отношений, завязывания дружбы, там, с какими-то такими приходится очень часто менять все, вплоть до, может, даже до самых невероятных вещей. Поэтому я достаточно, как бы, несуеверен в этом плане. Считаю, что, конечно, главное, что определяет при достижении победы, это желание, мастерство и физическая форма. Евгений, а у тебя есть какие-то свои приметы хоккейные, такие, какие-то суеверия? Может, там, с правой ноги на лед выезжать, там, или как-то так? Ну, не сказать, что это суеверие, да, заметил за собой, правильно говоришь, Саша. Все время выхожу на лед с правой ноги и сам за собой заметил, да, и попробую с левой. Никак не повлияло ни на какие действия, мы в игре просто неудобно, дискомфорт. Но это, может быть, даже толчковая нога все время, то есть, это удобно. Хорошо, о традиции поговорили, о приметах тоже. Впереди третий период. Как думаете, что нас ждет в третьей 20-ти минутке, Жень? В третьей 20-ти минутке тут всегда такой бывает момент, существует нерв. То есть, понятно, что к гостям нужно отыгрываться, где-то они пойдут вперед, будут подключать защитника, оголяя оборону. И в игре у них уже есть преимущество в две шайбы. То есть, я не думаю, что какие-то активные действия будут предпринимать игры. И в игре они будут ждать ошибок соперника и этим воспользуются. Максим, буквально в двух словах, какие ожидания третьего периода? Я думаю, какие-то игры будут играть по текущему счету. Женя? Я тоже абсолютно согласен. Рваться вперед не будут. Но умение Югры играть, скажем так, по счету мы уже отмечали и в регулярном первенстве. Будем надеяться, что мастерства и умения югорчанам хватит и на первый матч серии плей-оффов. Нас впереди ждет третий период. Мы верим в то, что Югра доведет этот матч до победы и начнет стадию плей-офф с выигрыша. Об этом мечтаем все мы, об этом, я уверен, мечтают все болельщики. Об этом, я уверен, мечтает и Никита Филиппов, которому мы передаем слово. Человек, который очень хорошо комментирует и очень хорошо подбирает комплименты. Никита, тебе передаем слово. Зрители, просим вас не отвлекаться и внимательно смотреть за матчем. Субтитры подогнал «Симон»!